Доброе утро, коллеги! Сегодня мы продолжаем наши вебинары, и темой нашего вебинара посвящена корпоративной мобильности. О том, что это, что нового появилось в сети XenMobile 10.4, расскажет мой коллега Леонид Майзенберг. Я хочу сделать еще небольшое объявление, следите внимательно за нашими рассылками. На следующей неделе мы планируем вебинар по сетевым технологиям. О новинках NetScaler расскажет Михаил Соболев. А также у нас достаточно большие планы по различным альянсовым активностям, где компании, которые разрабатывают свои решения для работы с инфраструктурой Citrix, будут рассказывать вам о том, что они представляют и какую выгоду вы, как пользователи этих решений, можете получить в своей инфраструктуре. А сейчас я с удовольствием передаю слово Леониду Майзенбергу, и он расскажет вам о том, что такое корпоративная мобильность с точки зрения Citrix и как ее строить вместе с Citrix in Mobile 10.4. Леонид? Доброе утро всем. Рады вас всех видеть на наших вебинарах в новом году. Для меня это вот первый в этом году вебинар. Поэтому мы сегодня будем рассказывать о тех нововведениях, которые появились в Zen Mobile, и как его наиболее эффективно и удобно использовать для построения корпоративной мобильности. Сергей, видно нормальный экран, да? Да, все хорошо видно, так что можешь продолжать. Поехали. Значит, по итогам прошедшего года можно собрать такой сборник всех известных квадратов Гарднера, в которых очень хорошо видно, что Citrix стремится не только в одном каком-то направлении сделать свой продукт лучше, а старается сделать свой продукт лучше в комплексном виде. То есть все три куска, из которых состоит корпоративное решение по мобильности во всех трех частях Citrix находится в правом верхнем углу, в углу лидеров. Соответственно, все, что отвечает за непосредственно саму работу с мобильными устройствами, все, что отвечает за общую работу с данными, и все, что отвечает за работу с сетевой частью, которая является очень важной составляющей при работе с мобильностью и с данными, во всех этих трех квадратах Citrix находится в углу лидеров. Поэтому, если вы выбираете решение Citrix, то, соответственно, вы гарантированно попадаете в лидеры. Итак, всем уже давно известный и хорошо себя зарекомендовавший продукт XenMobile 10-й версии. Мы пока смотрим это вместе. У него есть три редакции. Самая младшая – это редакция по управлению мобильными устройствами. Редакция MDM, куда входит непосредственно самоуправление и мобильное приложение по редактированию файлов. Следующая редакция – это XenMobile Advanced, куда входит как часть, отвечающая за управление мобильными устройствами, так и часть, отвечающая за управление мобильными приложениями. Причем, при необходимости, вы можете реализовывать это или в комплексе, или по отдельности, в зависимости от вашей конкретной ситуации. Плюс вы в этой редакции получаете также приложение по работе с почтой, по работе с интернет-просмотром, также редактор и удобное очень приложение по работе с установкой задач. При этом все эти приложения как бы плавно перетекают одно из другого, то есть мы можем, создавая почтовое отправление, открыть в нем файл какой-то, начать его редактировать, или наоборот, начав редактировать какой-то файл, затем передавать его в почту, или открывая ссылку в почте, мы, соответственно, будем запускать Security Browse. И самая большая полнофункциональная, максимально полнофункциональная редакция, так называемая Mobile Enterprise, куда входит все, что было в редакции Advanced, дополнительно несколько приложений, и также входит ShareFile Enterprise, постоянная лицензия, которая рассчитывает на то, что вы размещаете данные все у себя, поэтому эта лицензия не включает в себя некий облачный объем хранения, но включает весь функционал ShareFile, и, соответственно, вы размещаете все данные на вашем сайте. Если вам потребуется полностью подробное рассмотрение всех редакций, вы можете его найти по ссылке, которую вы видите внизу, там как бы все редакции расписаны очень подробно. Иногда наши коллеги по маркетингу меняют размещение этих файлов, вот мы специально для вас сохранили эту ссылку. Итак, когда мы начинаем строить корпоративные решения по мобильности, у нас есть определенный набор задач, которые мы хотим изначально решить, то есть это может быть сразу какое-то большое решение, или это, наоборот, как чаще происходит в последнее время, склоняются именно к управлению мобильными приложениями, то есть жизнь показала, что именно безопасное управление мобильными приложениями, вне зависимости от того, кому принадлежит устройство, это корпоративное устройство, или это устройство именно пользователей, это персональное устройство, или это устройство, которое мы можем передавать между пользователями, наиболее эффективным является именно это решение, то есть это MAM-решение, при этом, естественно, могут быть разные ситуации, то есть у нас есть задачи по управлению устройствами, устройства могут быть очень разными, это могут быть всем привычные устройства, это могут быть одна и оси на андроиде, это могут быть не так давно появившиеся большое количество устройств на Windows 10, это могут быть так и, в общем-то, персональные компьютеры на том же Windows 10 или на Mac OSI. У нас всегда обязательно возникают вопросы, касающиеся безопасности, вопросы, касающиеся шифрования, удаленного доступа, тех прав, которые мы хотим наделить пользователей. У нас всегда есть вопросы, касающиеся приложения, это приложения, которые, например, вам предоставляет Citrix, или приложения, которые вы пишете сами. Все, что касается пользователей, все, что касается самого, наверное, важного приложения, это то, что относится к почте, то есть могут быть разные почтовые серверы. И все, что касается создания вообще enterprise-системы, когда она должна быть отказоустойчивой, это могут быть несколько сайтов или это может быть один сайт. То есть вот всю эту сокрупность вопросов мы предлагаем вам решать с помощью небольшого, фактически, набора продуктов Citrix, который полностью отвечает всем вашим задачам и позволяет гибко подстроиться под какую-то одну конкретную или несколько задач сразу. Основным узлом этого является ZenMobile сервер версии 10, то есть на сегодня самая последняя версия 10.4. Он из себя представляет готовый виртуальный appliance на базе Linux 64-разрядный, то есть вы его просто загружаете в виртуальную среду, предоставляете ему IP-адрес и дальше просто уже через GUI производите настройки, вводите лицензию, даете какие-то списки пользователей внешние и так далее. Вот если вам требуется большая инсталляция типа пластеров, то есть вы просто добавляете эти виртуальные appliance, они хорошо масштабируются, мы немножко дальше увидим, сколько устройств требуется для большой инсталляции. Если у нас требуется безопасная большая ферма и есть повышенные требования к безопасности, мы можем не просто использовать внешнюю базу данных, мы можем использовать ее со всеми возможностями по шифрованию, то есть шифруется связь с ней, шифруется содержимое в этой базе данных. Внешняя база используется в Microsoft SQL. Вот если вам требуется точное указание версии, вы можете найти их на сайте в разделе «Системные требования по XenMobile серверу». Также XenMobile сервер легко стыкуется с Microsoft ActiveDarive с точки зрения получения пользователей и работа уже пользователей доменных. И у него есть очень-очень развитые API для автоматизации, есть очень большой документ, который позволяет фактически 99% всех операций, которые мы как администраторы привычно делаем из GUI, выполнять через API, через скриптинг, добавляя их в собственные, например, какие-то веб-порталы и создавая там собственную разновидность таких порталов самообслуживания. Но в том числе у самого XenMobile встроенный портал самообслуживания. Если туда входит обычный пользователь, не администратор, то он видит, соответственно, свои устройства, которые к нему приписаны, которыми он может управлять. И он может выполнить какой-то ограниченный набор операций, которым он разрешен, то есть там сбросить устройство, попытаться найти его и так далее. Здесь представлена базовая схема. Да, вот мы говорили, что есть стартовая задача управления мобильными устройствами. Вот в данном случае в DMZ-зоне размещается сам мобильный сервер, один или несколько, в зависимости от масштаба. Мы видим сетевую часть на базе Netscaler, которая занимается, соответственно, балансировкой и дополнительной защитой от XenMobile сервера, если это у нас достаточно большая инсталляция. И, соответственно, в правой части в лане это все сервисы, которым требуется получить доступ к данным устройствам. Ну и слева вы видите все сервисы, которые должны быть доступны для Netscaler наружу. Ну вот там, наверное, появился не так давно, раньше его не отображали на базовых схемах, то есть это Google Cloud Messaging. Если у вас есть необходимость, чтобы Android-устройства реагировали, получали свои политики так же быстро, как iOS-овские, можно дополнительно настроить на использование этого функционала. Ну вот, то есть это там, словно говоря, дополнительный адрес, который должен быть доступен через Firewall, но в этом случае как бы аналог Apple Push Notification сервиса работает с Android-устройствами, и они быстрее выполняют политики, быстрее выполняют некий пушинг-настрой, который мы производим как администратор. То есть схема достаточно простая, ну вот, то есть она быстро масштабируется просто обычным добавлением дополнительных апплиэнсов в XenMobile сервер. Если мы хотим получить схему по работе с мобильными приложениями, то, как вы видите, фактически внутренняя часть, которая была на предыдущей схеме, не поменялась. У нас только добавляется в рамках Netscaler дополнительные адреса по созданию виртуальных подключений для приложений. То есть самое главное, что появляется точка, к которой подключается мобильное приложение для создания уникального функционала MicroVPN. То есть каждое приложение, которое запускается на мобильном устройстве, получает свое персональное подключение на Netscaler, и дальше Netscaler уже по внутренним своим соединениям может давать подключение на Exchange, на веб-приложение и так далее. То есть он как бы во внутреннюю сетку позволяет доступиться данным приложениям. Если только мы не разрешили приложением более какой-то широкий выход, например, в Secure Browse можно разрешить выход, в том числе и наружу, непосредственно с телефона, просто в интернет. Но обычно он идет через Netscaler, это более безопасно и, соответственно, более контролируемо. Если мы захотели сделать большую очень схему, в том числе включить в эту схему доступ к виртуальным рабочим столам или виртуальным приложениям, предыдущая схема просто дополняется, как вы видите, в правой части во внутренней сети к XenDesktop, и, соответственно, просто мы в одну буквально закладку указываем адрес подключения к VDI или к виртуальным приложениям, после чего пользователь со своего мобильного устройства, с планшета, с телефона, может получить доступ к онлайн-приложениям нашим корпоративным, при этом подключение происходит так же безопасно, как и ко внутренним ресурсам, например, почты. Если у нас есть необходимость аутентифицироваться на нетскейлере или в почте, или еще для чего-то по сертификатам пользовательским, то вы видите, справа появился сертификат Ассорити узел, и, соответственно, к нему просто делаются дополнительные настройки, то есть все время фактически внутренняя часть не меняется, не меняется количество устройств нетскейлеров в XenMobile в зависимости от этого функционала, то есть их количество зависит исключительно от масштаба всего окружения, мы просто делаем дополнительные настройки, то есть никаких усложнений с точки зрения дополнительных апплиенсов, дополнительных размещаемых виртуальных машин мы не производим. При этом здесь мы вам показываем только основные схемы, то есть есть еще дополнительные варианты, вы, в принципе, можете XenMobile сервер убрать в LAN, если это требует ваших требований безопасности, то есть допускается большая достаточно комбинаторика, ну, здесь мы просто показываем основные схемы, которые также приведены все на сайте. И если мы говорим о масштабируемости, то для того, чтобы обслуживать, скажем, 10 тысяч мобильных устройств, нам требуется всего два виртуальных устройства XenMobile сервера, есть еще дополнительная табличка, какие рекомендованы устройства Netscaler, в первую очередь, их модель зависит от той полосы пропускания, которая потребуется нам для подключения к VDI или к виртуальным приложениям, ну, потому что обычно подключение к почте, оно не настолько все-таки нагружает систему, оно происходит просто по запросу, соответственно, запросилось, список писем, он закачался в устройство, и все, это отличает его, естественно, от онлайн-приложений. Ну, и гарантированно, не просто на бумажке, а именно оттестирована система работы до 100 тысяч устройств, для ней всего требуется 10 виртуальных узлов, причем, как мы еще раз говорили, это не какие-то отдельно функциональные устройства XenMobile сервера, это ровно такое же устройство XenMobile, которое просто размещается в виде отказоустойчивого кластера в DMZ, например, зоне. Если нам по требованиям архитектуры требуется создать некую дизастер-рекавери схему, то также на доксатрикс-ком вы можете найти не просто схему, там есть достаточно подробный документ с настройками и нитскейлера, и XenMobile сервера, каким образом собирается отказоустойчивая схема, в данном случае предлагается схема Active и Passive, которая обслуживает ситуацию, когда, например, у вас один сайт может выйти из строя. То есть схема предназначена для 10-й версии, вот, как, наверное, многие из вас уже обратили внимание, 9-я версия, где XenMobile закончила свой жизненный цикл в конце декабря предыдущего года, вот, ну, соответственно, их уже сильно обсуждать смысла нет, потому что если они даже у кого-то остались, ну, просто надо переходить на 10-ю версию. Вот, здесь вы можете найти по этим ссылкам, соответственно, все схемы, как локальные, так и облачные, вот, если кого-то интересует, как правильно в облачной конфигурации выполняется подключение, где могут размещаться отдельные элементы схемы, да, то есть XenMobile, понятно, он всегда в облаке, но есть вариации, где нитскейлер может быть, соответственно, или заказчика, или принадлежат Citrix, вот, по второй ссылке вы можете посмотреть с полным описанием, что, где и как располагается. А также есть еще ссылка, очень полезная, по тонким настройкам или для больших конфигураций, или, ну, для каких-то конкретных ситуаций с повышенными требованиями, например, там, по времени реакции системы, там можно дополнительно делать настройки, там, как по APNS-сервису, так и по Google-сервису, например, там рассказано, какие-то дополнительные тонкие настройки можно внести в XenMobile сервер, чтобы, например, использовать, там, большее количество APNS-серверов, чем, которые идут по умолчанию. Это, например, снизит время, которое требуется Apple-овским устройствам на реакцию, на пушинг, например, политики. Вот, то есть это не всем требуется, но если у вас есть необходимость, то, пожалуйста, вот по этой ссылке, там, подробно с объяснениями, что и как внести изменения в XenMobile сервер, или, там, в базу данных для того, чтобы у вас работала еще лучше система. Если мы используем, кроме XenMobile, нет скейлер, а это практически все схемы, у нас есть возможность дополнительно повысить производительность самого XenMobile сервера, используя тот функционал, который есть в нет скейлере, в данном случае это SSL-флот, то есть если у нас MDM-решение, то мы можем разгрузить XenMobile сервер с точки зрения невыполнения операций дополнительных по шифрованию, то есть у нас шифрование забирает на себя, шифрование трафика внешнего подключения забирает на себя нет скейлер, то есть на него приходит шифрованный трафик, дальше после нет скейлера идет трафик, не шифрованный. Точно так же эта схема выглядит и для мам-онли решения, то есть выгода в том, что мы, ну и в смешанном, естественно, мы можем сделать ровно то же самое, выгода в том, что мы снижаем нагрузку на XenMobile сервер, вот, и используем, в принципе, нет скейлеровский функционал, который есть всегда. Но минус в том, что соединение между нет скейлером и XenMobile является открытым, если вдруг там возникает какая-то угроза, то да, тут трафик может быть перехвачен. Поэтому, если нам кроме производительности обязательно требуется безопасность, то мы можем изменить эту схему и трафик между нет скейлером и XenMobile сервером тоже будет зашифрованным. То есть для всех вариантов, или для MDM, или для мам, или для смешанного, соответственно, у нас весь трафик является зашифрованным. Плюс получается, что трафик весь закрыт, то есть если кто-то будет пытаться его перехватить, но при определенных выполнениях настроек у него это будет по крайней мере очень затруднительно или фактически невозможно. Ну, минус, что у нас идет дополнительная нагрузка на XenMobile сервер, но для этого и существуют пилоты, для этого и существует тестирование по нагрузке. Если вдруг не хватило, соответственно, двух на 10 тысяч пользователей, мы можем просто легко в эту схему добавить третий XenMobile сервер, поскольку лицензия оговаривает только пользовательское подключение, то есть или по пользователям или по устройству, поэтому сколько нам понадобится XenMobile серверов для того, чтобы обслужить, например, 12 тысяч пользователей, это вопрос архитектуры и вопрос, соответственно, тестирования. что дополнительно было внесено именно с точки зрения безопасности XenMobile сервера 10, вот для андроида, поскольку то, что раньше называлось ворсхоум, там и теперь называется секьюри хаб, мониторит определенные события, вот которые вы слева видите, да, это рутование девайса, там черный список приложений, шифрование внутреннего хранилища, там его емкость, вот, и вот именно эти события можно включить так, что секьюри хаб там будет постоянно как бы об этом пытаться сообщить серверу, но это достаточно серьезно может повлиять на батарейку, вот, поэтому теперь в десятке для андроида можно гибко настроить, ну, наверное, самое интересное это настроить там по расписанию, например, когда он будет выполнять передачу информации обратно на сервер, с тем, чтобы сервер по какому-то событию мог выполнить какое-то действие, например, если это приложение из черного списка, да, чтобы выдать предупреждение, или, например, администратор мог выполнить просто удаление тогда корпоративной информации, то есть мы сейчас просто смотрим, какие дополнительные нововведения появились просто в десятой версии, вот, с точки зрения безопасности. то, что вы знаете уже давно, как приложение, которое предоставляет Citrix для XenMobile, то есть там в разных редакциях разный набор приложений, но они закрывают практически 80-90% потребностей, которые есть у пользователя, которые есть у разного типа пользователей, у корпоративных, у персональных, у VIP-ов, мы сейчас будем смотреть список приложений, сами приложения, которые предоставляют Citrix. Значит, как многие уже наверно видели, поменялись их названия, то есть теперь это не Works, теперь это Secure, там SecureMail, SecureWeb, SecureNotes, Forms и так далее, то есть слева это там самые известные и мощные, да, это SecureMail, это персональный идентификатор, соответственно, который работает с почтой, с календарем, с контактами, он работает по отзывам, в общем-то, лучше, чем просто обычные локальные почтовые приложения, работает он как с Microsoft-овским почтовым сервером, так и с LotusOu, вот, соответственно, он может во время своей работы вызывать все остальные приложения, которые ему требуются, там он может линки открывать через SecureWeb, он может запускать редактирование и так далее, причем у него есть как свой небольшой встроенный редактор-просмотрщик, так, соответственно, можно запускать QuickEdit, то есть, как принято в телефоне, он предложит меню, вы можете просто выбрать, что по умолчанию будет какое-то одно действие и дальше, соответственно, будет выполняться только оно. Есть, не так давно, там, меньше года, наверное, появилось приложение Security Forms, которое позволяет без программиста, условно говоря, создавать некие формы, которые пользователь будет получать как мобильное приложение и дальше их заполнять, и эти данные будут собираться в центральной системе, то есть, например, какие-то отчеты ваших пользователей заполнили, и дальше у вас появился совокупный отчет по 5000 пользователям, которые собрали данные, ну, например, по проверке устройств, которые у них находятся в использовании, например, модель, дюйма экрана и так далее, ну, или что-то более практическое могут собрать, я просто привел как пример. Соответственно, есть отдельное большое очень функциональное приложение по ShareFile, то есть, это работа оффлайн с хранением какой-то информации или это совместная работа с одними файлами, то есть, это лучшее на сегодняшнее приложение вообще в своем классе, которое, как мы видели, в квадрате Гарднера есть, вот, и на базе ShareFile есть еще дополнительное приложение, ShareConnect, это похожая на VDI система, но это просто доступ непосредственно к вашему компьютеру, то есть, вы с телефона, с мобильного планшета можете подключиться на рабочий стол компьютера или к его приложениям и работать, как будто у вас есть персональный VDI. Ну, плюс в том, что не требуется отдельно наличие XenDesktop и вы можете быстро при необходимости зайти на свой компьютер, посмотреть, если вы вдруг какой-то файл не передали себе или он не должен выходить за рамки корпоративной системы, соответственно, вы его открыли, посмотрели на компьютер и с ним поработали. То есть, интеграция между приложениями поддерживается из коробки, то есть, ее не требуется как-то отдельно настраивать или допиливать, соответственно, все приложения поддерживают функционал Single Sion, то есть, мы один раз авторизовавшись в Security Hub, дальше, при правильной настройке, мы во все приложения проходим без повторных запросов паролей. То есть, например, мы видим, что приложение Security Mail у себя в настройках несет такие необходимые функции, как настройки нашего состояния, если мы на работе или мы, наоборот, вне офиса, то есть, если мы включаем режим Out of Office, мы ведем полностью сообщение, меня там нет по какой-то причине, пожалуйста, пишите моему коллеге, мы можем настраивать периоды синхронизации почты, показывать, не показывать картинки, загружать по Wi-Fi или нет, включать более безопасную работу с почтой с Mime, где будут оффлайн-файлы храниться, подписи и так далее, и так далее. Притом, если вы вдруг меняете телефон, то чтобы не пропадали все ваши настройки, в первую очередь подпись, которую вы делаете, у вас здесь же в принципе в Settings есть возможность сказать экспорт настроек, у вас приходит в почту комбинированный файлик, который содержит в себе все настройки, которых нет на XenMobile сервере, и на новом устройстве вы просто его импортируете и все настройки к вам возвращаются. Вот ваш большой календарь, соответственно, вы видите доступность вас, доступность ваших коллег, например, которых вы пригласили на совещание. Если вы делали какой-то митинг, то, соответственно, вы можете делать включение онлайн каких-то конференций, в первую очередь поддерживается GoToMeeting, и это делается как бы просто переходом, то есть это не выглядит как отдельная логификация, отдельное дополнительное нажатие каких-то приложений, это просто делается прямо из приложения SecureMail. Есть внутренние репозитории вложений, то есть все, что нам приходит в почту, слева видно там attachments, прошу прощения, здесь картинки на английском, но все приложения русифицированы на сегодня, и соответственно, все вложения, которые мы бы хотели использовать, мы можем их оставить в режиме офлайн, и потом просмотреть, или включить другие письма, это очень удобно, при этом все вложения остаются в контейнере SecureMail, то есть они не выходят за пределы безопасного хранилища, и это безопасно с точки зрения подразделения информационной безопасности, и в то же время удобно для самих пользователей, то есть даже там письма уже может не быть, мы можем стереть, но вложения мы можем оставить и использовать для последующей работы, для других отправлений. Появилась такая удобная функция, называется VIP-персоны, понятно, что у каждого они свои, то есть вы можете сделать папки VIP-овские, соответственно, например, можно настроить так, что извещение на приход каких-то почтовых сообщений будет только всплывать только на список VIP, и настроить какой-то отдельный звук, в общем-то это удобно, наверное, в работе, многим иногда важно, что там конкретные письма отдельным сообщениям выделялись. Можно использовать на современных аппаратах, которые поддерживают функции 3D Touch, когда у нас просто на значке, если мы его держим немножко дольше пальцем, у нас всплывают внутренние папки почты, календарь, или там редактор, и сразу уже заходить, например, в календарь, не переключаясь при запуске приложений. И, например, на заблокированном экране, вот как здесь справа видно, всплывает там не просто какое-то короткое извещение, а контекстное меню, то есть фактически если мы сейчас вот справа выбрали бы это меню, мы уже сразу бы провалились в GoToMeeting с сетью, ну или там соответственно в какую-то видеоконференцию. То есть само приложение является очень функционально насыщенным, и, наверное, требуется некоторое время, чтобы его освоить там, ну, по крайней мере, там большинство функций, которые она поддерживает. Как мы уже говорили, если мы хотим запустить приложение, опубликованное в онлайн, то есть в данном случае вы видите запуск рабочего стола, то нам требуется, в общем-то, только просто выбрать опубликованное приложение слева, вот, например, Windows Server 2012 там рабочий стол, то есть мы его выбираем, дальше автоматически Security Hub запускает ресивер, запускается сессия, и мы уже видим рабочий стол, например, или в режиме Touch Enable на планшете телефона, если он подстраивается, или это, если Windows 10, то, ну, там он более, так сказать, оптимизирован, как с точки зрения планшетов, чем Windows 2012, при этом никаких запросов, паролей, ничего не происходит, это все выполняется автоматически на скрытом от пользователя уровне. Что еще надо отметить, да, то есть у нас есть в самом Mobile Server возможность активировать использование Touch ID для сингл-сайлона, то есть там несколько небольших настроек, после чего фактически это используется и для запуска приложений, и для вместо паскода при работе с Security Hub, вот появилась такая удобная вещь, как GeoIsgrade, мы ее можем поставить не только на устройство, но и на приложение, то есть это в первую очередь необходимо для режима Mom Only, то есть если вдруг вышли за пределы какого-то географического периметра, там скажем 200 метров за пределы здания, то приложение будет или автоматически удалено, или будет предупреждение там скажем с 5-минутным интервалом, что или вернуться обратно, или приложение будет удалено, ну это для тех ситуаций, когда в приложении содержится какая-то информация критичная к тому, чтобы она просто оказалась снаружи, и ее кто-то мог соответственно использовать, кто не должен. И мы можем для ситуации, когда вдруг телефон пропал или его просто украли, и соответственно его пытаются изолировать от работы с внешней сетью, то есть там, скажем, его в металлический контейнер поместили, то есть на него не может прийти предупреждение с сервера, ну не предупреждение, а действие с сервера, что телефон и приложение соответственно надо очистить. Вот мы можем настроить время, после которого контейнер с приложением будет просто автоматически удален. вот здесь представлена ситуация, когда на Windows 10 зашли, и мы видим справа вверху, что пользователь тот же, который был соответственно в Суперехабе, на него ничего больше не спрашивалось, ну вот провалились в рабочий стол Windows 10. Ну и еще раз, геофенсинг, да, то есть мы можем выполнить все нормативные требования уже для приложения, то есть не только для устройств, то есть нам не требуется активирование MDM, соответственно это могут быть биодовские устройства, вот, и приложение просто вот, как мы здесь видим, оно по радиусу выхода, там оно соответственно выдает предупреждение и разрушается. Ну понятно, что надо заставить быть включенным датчик геопозиционирования, ну в общем-то это легко делается тоже через политику. В 2014 году, вот когда активно пошло использоваться мобильное устройство как функционал для каких-то рабочих мест, то есть появилась как бы идея использовать его как общее устройство и сейчас, начиная там с конца 2015 года, поддерживается вариант общих приложений. То есть мы можем устройство передавать между сотрудниками, например, это могут быть сотрудники, которые меняются по времени, там 8-часовой рабочий день закончился, он просто отдал кому-то другому планшет, при этом не надо полностью переподписывать планшет, рейнролить его, то есть не надо на это терять времени, просто достаточно сделать один раз логин нового пользователя, соответственно, он просто один раз туда закачает и информация о нем будет храниться изолирована от других пользователей, то есть ему для того, чтобы начать работать с этим планшетом, потребуется просто залогиниться тем пользователем, который на него уже заходил. Единственное, что надо учитывать, что поскольку Достаточно много будет храниться информации. Не стоит устройство шарить между сотней пользователей, потому что объем мобильных устройств все-таки ограничен. Каждый профиль, назовем его так, будет занимать место. И в какой-то момент устройство просто окажется в ситуации, что ему будет не хватать места и придется просто его чистить. Но в разумных пределах, условно говоря, до 10 человек устройством можно пользоваться удобно и безопасно. И теперь мы переходим к тому, что появилось непосредственно именно в XenMobile 10.4. Если мы будем смотреть на клиентскую часть, то очень важно о том, что произошел ребрендинг приложений. Теперь они стали более удобными с точки зрения их именования. Ну и все-таки, наверное, очень важно то, что XenMobile приложение теперь можно получать из публичных сторов, начиная с версии 10.4.1. Вот как нам говорят коллеги, которые занимаются разработкой всей этой идеологии, она получила свое, как бы, изначально свой старт получила из требований компании Apple. Поэтому есть достаточно большая вероятность тому, что к концу года эта ситуация будет, как бы, еще более жесткой. То есть Apple будет требовать, чтобы все приложения проходили через ее Store. Ну и, в общем-то, Google от нее тоже будет не отставать. Но, с другой стороны, это упрощает ситуацию для пользователей. Им не надо будет подписывать своими сертификатами все приложения, которые им предоставляет Citrix. То есть Citrix будет теперь их подписывать. Вот, и все, что для пользователя будет требоваться, это скачать эти приложения из публичного стора. А XenMobile сервер будет передавать значительно меньший объем информации по таким приложениям. То есть, если раньше приложение весило 30 мегабайт, условно говоря, 50 мегабайт, могли бы там большие приложения весить. То теперь вы получаете всего-навсего небольшой XML-файл, размером 200-300 килобайт, который содержит в себе политики. И, в том числе, этот маленький файл содержит в себе информацию о том, где это приложение должно находиться, то есть на каком публичном сторе. Ну, мы сейчас посмотрим немножко подробнее. Вот, появилась возможность подписывания регистрации устройств в режиме MAM по почтовому адресу. Это тем удобнее, что нам не надо повторно выполнять там часть действий по активации почты. Для MAM ситуации, поскольку мы уже изначально как бы идем только с приложениями, наша активация по мейлу позволяет нам сразу же иметь как бы приписанный к экшенжу или к Lotus почтовый настроенный клиент. Вот, появились удобные предупреждения от Security Hub о каких-то проблемах с сертификатами. То есть, пользователь может быть предупрежден, что что-то не так. Например, если это приложение, которое он вдруг откуда-то скачивает, оно не имеет доверенного сертификата. Вот, как я уже говорил, что все приложения теперь на русском языке. Вот, ну и дополнительно подробная информация по статусу лицензии и сертификатов. Если что-то не так, мы будем видеть больше подробностей. Вот, ну, в XenMobile 10.4 появилась очень удобная миграция, которая не требует там отдельных инсталляций, но просто поскольку девятка, как бы, да, вот как мы уже говорили, она закончила свой жизненный цикл. Ну, если кто-то еще не перешел, значит, он уже должен переходить. Вот, соответственно, ну, кто делает новую инсталляцию, ему это как бы не принципиально. Вот, появилась еще полезная вещь, это отчет по списку неразрешенных приложений. То есть, просто быстрее администратор может выяснить ситуацию, что у кого-то появились приложения, и быстрее изменить какую-то реакцию на данное приложение, на данную ситуацию. Вот, появился Citrix Launcher, который позволяет для Android-устройств сделать режим фактически киоска. То есть, если мы раздаем кому-то андроидовские устройства, пользователь его включает, это корпоративное устройство, и он видит, например, там три приложения, кроме них он больше ничего запустить не может. Вот, и немножко новые вещи там полезны, в том числе для администраторов, да, это то, куда, ну, иногда мы часто заходим, в настройки сервера, у нас справа появился функционал, который хранит наиболее частые используемые настройки, не те, что Citrix там считает, с его точки зрения там нужные обязательно, а именно то, что администратор в данной ситуации чаще всего использует. То есть, система как бы подстраивается, это удобно. Вот, ну, вот теперь уже немножко более подробно о том, что мы сказали раньше о всех новостях. Да, вот ребрендинг, то есть, соответственно, значки не поменялись, поменялись под ними надписи, то есть не надо никакой перерегистрации было делать, если вдруг у кого-то старое приложение, он просто пройдет некий там апгрейд в определенный момент, да, он предупредит, что идет апгрейд, там новое имя, и пользователь просто будет использовать новое приложение. То есть, например, раньше у него был английский, теперь после апгрейда появится русский язык. Вот, теперь именно о приложениях, о том, как они будут теперь получаться из облачных сторон. То есть, что теперь берет на себя Citrix, то есть, он оборачивает и подписывает приложение корпоративным, соответственно, профилем, то есть, пользователю не надо больше покупать сертификат у Apple, если только пользователь не решил, ну, какие-то свои приложения собственные уже написать. Соответственно, все эти приложения, все управление PNS сертификатами идет уже со стороны Citrix, и вы просто выкачиваете приложение из того же Apple Store уже готовое. Причем, если вы выкачаете приложение заранее, то оно фактически является нерабочим, то есть, пока оно не получит вот этот MDX файл со всеми своими настройками. То есть, если попытаться запустить это приложение, оно просто скажет вам, что у меня нет дополнительной информации, как мне работать. То есть, соответственно, у него не будет настроек по подключению к почтовому серверу, не будет настроек по работе там в SQL, Brows или только через внутреннюю шифрованную сеть и так далее. Если мы вдруг, наоборот, изначально на устройство получим MDX файл отдельно, то есть, вот здесь написано MDX файл, публикуется на Citrix.com, ну, то есть, это в разделе Download, то есть, мы, например, выгрузили MDX файл для того же SecureMail. Мы его, соответственно, запушили на телефон, то есть, телефон приложение, понятно, не содержит, то есть, он получил небольшой файлик, и мы на него щелкаем. Поскольку MDX файл содержит место размещения приложения, то пользовательское устройство начнет выкачивать, ну, если есть соединение, начнет выкачивать приложение с публичного стора, и когда оно его закачает, это приложение получит все свои настройки, соответственно, будет работать. То есть, у нас ситуация, что с заказчика или с пилотных нагрузок на партнера мы сняли проблемы с сертификатами, с оборачиванием, с наличием системы самой оборачивания, это все как бы ушло на сторону Citrix, и MDX файлики теперь маленькие, то есть, их проще скачать, там проще распространить, это быстрее будет просто происходить на телефон, и, в принципе, тоже снизилась нагрузка как бы на корпоративную сеть, откуда вот все это происходит, потому что, ну, иногда люди, отвечающие за сеть, они как бы говорят, да, у вас там очень большой трафик, ну, там, если несколько сотен или тысяч пользователей начинают одновременно выкачивать большие эти приложения, достаточно по внутренней сетке, сетевики как бы имеют иногда претензии. Ну, вот, соответственно, эти претензии мы убираем. То есть, администратор теперь отвечает только за выкладывание небольших файликов и уже просто настройки политики. То есть, теперь все обновление будет происходить быстрее. Вот, если вдруг произошло обновление приложения, и его, соответственно, в Store выложили новое приложение, но мы его еще не закачали, а администратор выложил новый MDX файл. То есть, есть полная как бы совместимость на две версии, ну, в плюс и в минус. То есть, соответственно, если мы выкачали MDX файл от новой версии, там, скажем, 10.5.2, а у нас там 10.5.0, наша редакция принимает как бы этот MDX файл и просто будет работать, ну, не задействуя какие-то там новые функции, которые там появились в новом MDX файле. Но при этом как бы начинает тика счетчик, который требует, чтобы, например, в течение недели это приложение было бы обновлено. Если мы в течение недели там не обновимся до 10.5.2, ну, у нас как бы наше приложение там будет заблокировано, и система будет требовать, чтобы мы скачали новую версию этого приложения. Ну, то есть, совместимость плюс-минус 2, это не то, что вообще работать не будет, это просто то, что проверяется. То есть, там не стоит просто доводить до ситуации, как бы там разница между редакциями, соответственно, приложения и MDX файла там будет очень большой, потому что, ну, никто специально на это не проверяет. Вот, то есть, ну, требуется как бы там в каких-то логичных рамках, там недели-двух там обновлять приложение, раз уж мы выкладываем новый MDX файл. Но у вас есть, как бы, возможность этим управлять, вы можете там оговаривать срок, в течение которого все это будет обновляться. Вот, ну, как бы система достаточно гибко позволит подстроиться под все задачи. Ну, вот то, о чем мы еще говорили, да, это автоматическая регистрация в Secure Mail, то есть, вводим просто уже дополнительные атрибуты один раз в настройках XenMobile сервера, дальше, соответственно, приложение автоматически регистрируется на почтовый сервер и не требуется заново вводить данные после просто первичной регистрации в системе. Вот, администратор, который заходит на XenMobile сервер, он может получить или просто предупреждение, что, внимание, там у него заканчивается лицензия, там через 40 дней, он может получить более подробное предупреждение, что на самом деле у него заканчивается сертификат какой-то через два дня, чтобы не довести до ситуации, когда вдруг пользователь включает систему и она у него не логинится, потому что, соответственно, устройство хранит там рутовый сертификат, а сертификат самого XenMobile сервера просто проэкспаривался. Вот, и он может зайти просто в раздел сертификата и увидеть ту же всю информацию с полной, как бы, раскладкой там по датам, что истекает, когда истекает, и, соответственно, ситуацию предусмотреть заранее. То есть он будет получать извещение там, как только он заходит каждый раз там на XenMobile сервер и дальше уже может пойти разобраться, какой конкретно сертификат там или лицензию ему надо быстренько поправить. Вот, Citrix Launcher для Android вот выглядеть, например, может таким образом. мы можем сделать свой фон, свой логотипчик, чтобы устройство было, так сказать, совсем корпоративным. И, да, у этой программки, которая как бы блокирует работу фактически со всеми остальным функционалом устройства, есть возможность из нее выхода по паролю, который задает администратор в XenMobile сервере. В том числе мы можем, вот как вы справа видите, дополнительно сделать настройки по Wi-Fi там по Bluetooth, чтобы пользователь мог что-то не включать сам, чтобы это было, ну, происходило на уровне того, что делает уже администратор. То есть пользователь получает просто ограниченное устройство, которое сразу готово к работе. Ну, вот здесь вы видите там Define Log Image, то есть можно закачать логотип, можно закачать какой-то фоновый рисунок корпоративный. Что еще вы можете получить, когда у вас есть XenMobile вместе с Netscaler? Вы можете получить возможность использовать шарифайл-коннектор без подключения к Control Panel. В контрольной панели шарифайла, то есть вообще без облачной части, вот эта как бы ситуация будет работать за счет того, что у нас XenMobile сервер и Netscaler будут выполнять функционал Single Sion и, соответственно, будут знать, какой пользователь идет. То есть если у нас на телефоне есть клиент шарифайла, то коннекторы шарифайла, которые работают с XenMobile серверами и просто с сетевыми шарами во внутренней сети, будут работать без Control Panel, будут работать без облачной ситуации. То есть это такой своего рода ответ, как шарифайл можно использовать вообще без интернета. Не совсем без интернета, да, потому что какой-то интернет здесь все равно есть, у нас мобильное устройство, но это может быть внутренняя сеть. Но тем не менее, то есть даже без активации на шарифайловской панели, вот такая схема работает. То есть также будет шарифайловский клиент использовать microVPN подключение. И дальше за счет уже наличия XenMobile менеджера мы будем иметь доступ к нашим внутренним папкам и нашему внутреннему серверу SharePoint портал. То, что появилось с точки зрения по 10-й версии XenMobile по поддержке по управлению Windows 10. То есть вы знаете, что Windows 10 это не просто платформа, которая пришла на замену Windows 8, это платформа, которую компания Microsoft сделала как бы универсальной для всех платформ пользовательских, там и для мобильных, и для стационарных, и может быть там для каких-то микроконтроллерных есть комбинаций. Вот поэтому поддержка Windows 10 является одной из очень важных составляющих XenMobile. Более того, есть определенная там предполагаемая статистика на сегодняшний день о том, насколько Windows 10 там войдет с помощью Microsoft в нашу жизнь. То есть у нас Windows 10 платформа является платформой независимой там с точки зрения аппаратных устройств, что это одна и та же, как говорит Microsoft, операционная система для разных устройств. Ее управление, в общем-то, значительно ближе к идеологии мобильных операционных систем, к которым мы привыкли там по другим мобильным платформам, чем, ну там, например, Windows 8, чем это было раньше. У нас есть функционал контейнеризации, который позволяет пользователям более... не пользователям, прошу прощения, администраторам более гибко размещать на них приложения в то же время, чтобы они оставлялись безопасными или в то же время, чтобы они между собой как-то не конфликтовали. Ну и вот потенциально предполагается, что огромное количество таких устройств как бы нас ждет, поэтому управление данными устройствами, ну, является, в общем-то, очень важным и оправданным, да, то есть там, в принципе, за года полтора-два считается, что количество управляемых устройств через Enterprise Mobility вырастет, ну, просто до громадных цифр, там, с одного процента до сорока. Ну, посмотрим, как бы жизнь покажет. Вот, то есть мы можем в XenMobile системе регистрировать устройства, там, Windows 10, десктоп или планшеты, или телефоны, соответственно, поддерживается авторегистрация такого рода устройств, в том числе и Wage. Можно предлагать пользователю согласиться с какими-то условиями во время регистрации, то есть он может, например, отказаться, тогда не будет происходить регистрация устройств. Может производиться инвентаризация полностью аппаратного и программного обеспечения, которое входит в это устройство, то есть это уже функционал, который предоставляет не просто Windows 10, а еще и, как бы, аппаратные модули, с которыми она совместима. Вот, мы можем доставлять, соответственно, разного рода сертификаты, которые требуются для пользователя. Можно выполнять проверку здоровья или качества устройства. Это когда через специальные модули безопасности устройство опрашивает, там, что у него диск шифрован, что у него, там, корректная загрузка и так далее. Соответственно, по результатам такого опроса можно какие-то действия настраивать, то есть, например, присылать на устройство, там, обновленные, там, сертификаты или что-то еще. Вот, и появилась возможность в виде пользовательской MDM конфигурации заранее, как бы, формировать все настройки для Windows 10 платформ и, ну, значительно просто расширить тот функционал, который просто вот есть в базовом виде в XenMobile сервере, настраивать там практически все, что только можно на Windows 10 платформе. Ну, сейчас мы посмотрим немножко более подробно. Вот, началось все, скажем так, с вот статьи для XenMobile 10.3, то есть, каким образом можно настроить пользовательскую XML-файлик для Wi-Fi. То есть, XML в данном случае выступает просто в виде, как бы, базы такой данных по всем настройкам, которые относятся к данному параметру. Вот, ну, если вы зайдете и прочитаете эту статью, она просто, на самом деле, достаточно большая, вот, то вы увидите, что Microsoft на сегодня предлагает, вот, я специально посчитал, там, 79 конфигурационных таких вот этих провайдеров, которые можно настроить для платформы Windows 10. То есть, там, ну, что-то совместимо, что-то несовместимо, в зависимости от редакции Windows 10. Там есть еще отдельно, там, для каких-то отдельных редакций Windows 10, там, для Windows 10 холографии, отдельные какие-то еще конфигурационные провайдеры. Ну, то есть, фактически, по огромному количеству отдельных настроек мы можем приготовить вот этот файл настроек и дальше просто импортировать его в XenMobile в раздел, там, кастомеровские XML-настройки и дальше распространять их на любые устройства платформ Windows 10. И при этом, как бы, мы, на самом деле, получаем возможность очень гибко и серьезно управлять настройками платформ на базе Microsoft Windows 10. Ну, то есть, это не закладывается изначально вот в подробном виде в самом XenMobile сервер. Ну, на сегодняшнем этапе, да, потому что это не так давно появившаяся функция. То есть, то, что было в начале года, вот, по настройке Wi-Fi, это были, там, как бы, первые возможности. Microsoft постоянно их, там, расширяет, если вы будете смотреть уже Microsoft-овские, вот эти нижние ссылки, в зависимости от релизов, там, платформы, там есть, там, 10.51, там, 10.71 релиз, там эти конфигурационные провайдеры постоянно-постоянно увеличивают в своем количестве. Вот, Microsoft, как бы, работает, и Citrix, соответственно, старается поддерживать все подобного рода настройки. Кроме того, когда у нас, ну, такая, достаточно уже большая и сложная система работает, то есть, нам хочется, чтобы, если с ней случаются какие-то проблемы, мы не полностью оставались одинокими один на один с этим XenMobile сервером. Значит, вот весь опыт, который там был у компании Citrix на протяжении, как бы, вот этих всех, развития системы XenMobile, он сейчас собран в XenMobile Analyzer Tool. Вот это есть, как бы, система в интернете, куда вы просто загружаете или даете доступ, например, к вашей пилотной зоне, и она выполняет пошаговую проверку, то есть, есть первоначальный это Environment Check, когда она может просто проверить там сертификаты, настройки, правильные указания, путей и так далее, то есть, она будет проверять все это вместе, что куда настроено, будет выполнять своего рода там пинги между системами, вот, если этого не хватит, она перейдет там к расширенной диагностике, вот, это такой ответ на сегодня Citrix на тему Big Data, Big Dating, соответственно, на основании того, что у Citrix сохранится громадный банк информации, там, о возможных каких-то сбоях, неисправностях, Analyzer Tool будет анализировать все события из логов на совпадение с вот этой большой базой и будет выдавать какие-то рекомендации по проверке. Следующей частью он вам предложит взять специальное тестовое приложение по проверке работоспособности почты и, соответственно, уже постараться выяснить, почему вдруг там, например, Secure Mail не работает, ну и так далее. Ну и там, пятый шаг, если уж все-таки совсем ничего не помогло, да, то можно открыть Citrix Supportный кейс и все-таки постараться окончательно разрешить проблему использования уже профессионального Citrix Support. Ну, то есть пользуйтесь этой системой, она, в общем-то, бесплатна, пожалуйста, и она решит те проблемы, которые вдруг могут у вас появиться. Ну, вот в данном случае справа вы видите результат работы анализатора, да, то есть там прошло, 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 то есть вот это как бы все было сделано правильно, ну, что-то там может быть где-то что-то уже дальше появляется некорректно. Ну, еще раз напоминаю, что большой, как бы полный гайд по описанию по Гвенмобайлу, то есть так называемый хендбук Гвенмобайл, вот он лежит вот по такой ссылке и дальше из него уже идут как бы отсылы на всю остальную документацию, на всю остальную информацию. Если кто-то обратил внимание уже, то в разделе Citrix.com в клаудовской его части вдруг неожиданно, значит, там появился закладочка, которая называется Citrix Cloud Labs, она предназначена, в принципе, там есть и свободное использование, есть и для партнеров, у вас появляется возможность, не разворачивая у себя систему обертывания приложений, использовать ее в режиме онлайн, то есть в некой облачной части вы загружаете приложение, в ответ получаете его уже обернутым. Единственное, что в этом случае, естественно, сертификат для оборачивания это ваша зона ответственности, то есть вы его должны предоставить, потому что это фактически ваше приложение, но тем не менее туда можно будет заходить и пользоваться Гвенмобайл МДХ сервисом. Кроме того, там есть доступ к очень там популярной и развивающейся на сегодня теме, это интернет вещей на базе OctaBlue, там же вы можете увидеть уже готовые скрипты или попробовать настроить свои и поработать с ними по сбору некой системы управления, например, всего того, что связано с мобилити и того, что предоставляет Citrix. Это как бы возможность сделать первый шаг в эту новую область. Также там есть раздел по тестированию приложений на предмет совместимости с Windows 10, там есть так называемый AppDNA Express, куда вы можете загрузить приложение и, соответственно, увидеть результат его тестирования. Вот, соответственно, вам надо зайти на ссылочку Workspace Cloud.com или зарегистрироваться, или использовать уже ту учетную запись административную вашего аккаунта, которая есть, и вот слева в верхнем углу выбрать раздел Labs и, соответственно, увидеть весь такой выбор функционала, про который я вам сейчас рассказал. Ну, там на самом деле еще кое-что есть, но пусть это для вас будет, соответственно, приятным сюрпризом. Вот. На этом вот у меня на сегодня все. Сергей, у нас тогда, наверное, надо перейти к вопросам и ответам. Да, вот, к сожалению. Нет, знаешь, удивительно, но вопросов нет. Это говорит о том, что ты, наверное, очень качественно подготовился и рассказал настолько понятно, что у коллег вопросы не возникли. Для тех все-таки, у кого есть вопросы или, скажем так, есть какие-то мысли, которыми хочется поделиться, напоминаю, что у нас есть вкладочка «Questions», в которой можно эти вопросы писать, и мы их будем озвучивать и, соответственно, стараться ответить в рамках нашего мероприятия. Если вдруг по какой-то причине мы не сможем ответить на тот или иной вопрос, то мы обычно берем домашнюю проработку и, соответственно, потом по тому адресу, по которому была ваша регистрация, ответ отправим. Сразу скажу, что наш сегодняшний вебинар также записывался, как и все предыдущие, и через день-два вы получите в свой почтовый ящик ссылочку на скачивание презентации и, соответственно, записанного вебинара, если в дальнейшем вам потребуется именно просмотреть этот вебинар еще раз или, скажем так, с чем-то ознакомиться. Вот первый вопрос, кстати. Коллеги, как подписывать приложение при заворачивании ОНОВА через веб-сервис Labs? Алексей, если подписывать именно при веб-сервис, то там с тебя, условно говоря, потребуется сертификат эпловский или самосгенерированный под андроидовские приложения. То есть у тебя нет необходимости иметь свой макбук, там вот эту всю настроенную среду, она там есть в облаке, но сертификат никто не отменял. То есть когда Citrix тебе сейчас предоставляет приложение через Store, он уже подписан сертификатом Citrix, соответственно, энтерпрайзовским, да, который позволяет Citrix запускать это приложение на всех iOS-овских устройствах, там без дополнительных как бы запросов. То есть там он уже есть. А если вы собственное приложение приносите или вам вдруг по какой-то причине надо там какое-то старое приложение Citrix обернуть, здесь да, сертификат нужен, но мы с партнерами как бы давно уже выработали систему, у нас такой сертификат есть, там мы готовы как бы помочь. Что необходимо для Silent установки приложения на iOS-устройство помимо перевода устройства Supervised режим? Ну если только это не относится к программе, которая у нас Apple не поддерживается на территории России, то часть вот таких настроек выполняется через Apple-овский, как там называется, Management Tool, там через кабель, вот, а затем это как бы устройство уже просто отдается под MDM-управление. То есть часть вещей, которые заявляют, ну там все, скажем так, MDM-вендоры, что вот мы, например, там есть такой функционал ограничения списка сайтов, на которых пользователь может там в Safari сохранять пароли. То есть MDM-вендоры некоторые пишут, что это их функционал, то на самом деле это функционал там Apple-овский и он выполняется, ну да, да, кость, то есть часть функционала, вот она без этого как бы не прокатит. Вот, то есть, ну у Citrix, по крайней мере, то, что вот связано с Apple-овской утилитой, оно как бы прямо указано на сайте, что вот этот шаг вы берете в Apple-овский Management Tool там и делаете. Ну, если у тебя какая-то конкретная ситуация, ну там, напиши там Сергею, напиши мне, мы ее там отдельно можем еще раз проверить. Ну, не сколько тула, сколько это специальная программа, Volume Purchasing Program. Поделюсь впечатлением, было очень много интересных и новых возможностей, особенно, правда, возможность не использовать облако для аутентификации ShareFile. Теперь будет проще продвигать в банках. Максим, да, но тут надо понимать, что ShareFile в этом случае будет ограничен только папками сетевыми и, соответственно, доступом к SharePoint-овским каталогам, то есть полноценного доступа к ShareFile с тем функционалом, как вы хотите, например, получить от ShareFile, ну, то, что сейчас есть облачно, такого функционала в ShareFile, который вот ограничен совсем-совсем-совсем, там, где нет вообще никакого доступа к облаку, к сожалению, не будет. коллеги, еще вопросы? Может быть, у вас есть какие-то идеи, какие темы для следующих вебинаров нам нужно выбрать, чтобы вы хотели узнать, потому что пока мы ориентируемся на свои ощущения, на те идеи, которые у нас возникают после общения с коллегами из других вендоров. Ну, например, в ближайшей перспективе мы планируем вебинары с компанией FSLogix, мы планируем вебинар с Bitdefender, который расскажет о своем решении по безагентскому антивирусу для Zen-сервера. Также мы собираемся привлечь наших друзей из компании Nvidia, из компании Samsung. Также мы будем рассказывать о Zen-десктопе 7.13, который должен выйти в течение первого квартала, о Zen-сервере 7.1. Ну и, соответственно, идей у нас много. Тот план, который я себе предварительно набросал, уже показывает, что у нас, наверное, каждую неделю в этом году будет тот или иной вебинар с небольшими перерывами. Поэтому, коллеги, если у вас есть какие-то пожелания, какие-то идеи или, скажем так, ощущение, что информации по какому-то продукту не хватает или по какому-то решению, то welcome, мы с удовольствием рассмотрим ваши идеи, ваши предложения и, соответственно, постараемся их учесть в планировании тем, в планировании мероприятий онлайновых. Ну, так как я смотрю больше, наверное, вебинаров уже, вопросов к вебинару больше нету. А, вот сравнение функциональных возможностей MDM с AirVatch было бы интересно. Ну, здесь есть тонкий момент, Вячеслав. Дело в том, что все, скажем так, компетитив-презентации, они, ну, скажем так, имеют несколько, скажем так, ограниченный характер... Вендоро-ориентированный. Да, характер распределения и вендорно-ориентированный ответ. Притом, мы уже с Леонидом сколько раз сталкивались и с другими коллегами в офисе, что, на самом деле, лучше исходить немножко из другого подхода, из подхода, связанного с тем, что реально заказчику нужно, какие задачи у него стоят, и уже исходя из поставленных задач, смотреть на то, как то или иное решение может эти задачи решить. Ну, плюс еще учитывая ту обвязку, ту специфику, которая у заказчика есть. Потому что иногда бывает у заказчика полностью, например, ориентация на одного вендора. Можно взять решение от другого вендора, но в этом случае, скажем так, будет потеря интеграционных составляющих. Да, оно работать будет, но интегрироваться, например, с фиртуализацией десктопов нет. С сетевыми какими-то компонентами тоже будет сложно провести синхронизацию. Вот Ольга задает вопрос о сомнении с МАЗ-360. Ну, сомнение очень простое. МАЗ-360, да, только теперь из угла. Я просто добавлю к Вячеславу. Вячеслав, вот просто, ну, чтобы сейчас там не углубляться в сравнение, вы можете просто сравнить, в первую очередь, количество приложений, которые есть в маме. Вот я уже сказал, что на самом деле МДМ-решение сейчас просто менее как бы фактически актуально становится по сравнению с мамом. Ну, МДМ, в принципе, по большому счету, они у всех более-менее идентичные. То, что позволяет платформа iOS или Android или Windows, то в той или иной форме реализованы вендором. Другой вопрос только вопросы удобства, отчетности, назначения, масштабируемости и так далее. То есть, если мы говорим про 10 устройств, ну, там, условно, да, там, 10-100 устройств – это одна ситуация. Если мы говорим все-таки про большое количество, тогда просто смотрите, какое количество серверных опций вам понадобится, чтобы запустить там решение от другого вендора, да, или, там, на какой платформе они построены. Там, с нашей точки зрения, использование, там, Windows-платформ в DMZ, да, это некорректно, небезопасно. Там, с чьей-то точки зрения, это замечательно. Вот, поэтому здесь, как бы, каждый для себя решает. И можете взять, ради интереса, там, на Apple Store открыть Security Mail и открыть приложение AirWatch и посмотреть, что там написано в комментариях. Вот, ну, а дальше уже сами смотрите. По поводу, да, управления пользователями мы планируем, профилями пользователей, мы планируем, действительно, рассказать о том решении, которое было куплено Unidesc. Но, и мы также сюда добавим еще информацию по NorthScale, ту компанию, которую CITX приобрела осенью 2016 года. Здесь задержка связана в основном с тем, что пока идет процесс интеграции того же самого Unidesc, и та информация, которую мы получаем, она несколько дозирована, и пока проходит под грифом NDA. Соответственно, рассказывать ее на всех мы пока не можем, не готовы. Но как только, скажем так, будет зажжен зеленый свет на распространение этой информации, мы с удовольствием сделаем соответствующий вебинар и расскажем вам о тех новинках, которые относятся к этой сфере. Ок, ну, раз больше вопросов, пожеланий, идей нету, то, наверное, мы на сегодня... Сереж, да, я просто можно добавлю тогда как раз там по поводу Unidesc. Мы уже с некоторыми партнерами как бы связались. То есть, в принципе, на Unidesc можно регистрироваться, все это можно выкачивать. Если у вас там, как у партнеров, что-то не получилось, то мы там просто поможем, ну, чтобы сохранить время, когда оно будет объявлено официально, и там не начинать тестирование там через 3 месяца. Если вам кому-то очень хочется сейчас, мы можем помочь там это сделать. Там, в принципе, есть и документация, и сами приложения. Вот, мы уже там первую инсталляцию сделали. Ну, так, в принципе, да. Интерфейс немножко зелененький, необычный, но нормально. Ну, в реальности я бы уже исходил из того, что если у вас есть какие-то проекты, которые не на выходе, да, а то, что вы планируете делать там в середине, к концу года, то есть то, где вы сейчас разрабатываете, разрабатываете с использованием решения Unidesc. Это позволит вам в дальнейшем, скажем так, сократить время, сократить требования к инфраструктуре, ну, и, соответственно, получить более, ну, скажем так, качественную работу пользователя. Хорошо, коллеги, да, спасибо большое. Спасибо большое за внимание. Если будут какие-то вопросы, то пишите. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова